Лекарственные препараты перестали поступать в администрацию округа. Их осталось всего 720 человек, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. И Элеонора Михайловна приняла их доводы, и в бюджет округа было занесено 500 тысяч рублей, где мы, начиная, в общем-то, октябрь, ноябрь, декабрь, по закону ветеранов полностью сняли все проблемы. То есть все люди, и после этого, конечно, не было этих проблем, ко мне не обращаются. То есть обеспечение льготными бесплатными медикаментами полностью обеспечен закон о ветеранах. Сложнее был этот закон об инвалидах. Хотя все знают, что закон о инвалидах был принят на федеральном уровне, но это самая многочисленная категория, которую получают льготные медикаменты, это порядка численностью 4 тысячи населения, которые имеют льготу по данному закону. Но финансирование было заложено всего 30% от того, что требовалось бы, если мы могли бы обеспечить всех льготными медикаментами в соответствии с законом. Поэтому, чувствуя вот тот накал, мы, значит, тоже, Елеонору Михайловне, было выделено из резерва 317 тысяч рублей для того, чтобы эту проблему решить. Но хочу, чтобы угличане наши знали, что по закону о ветеранах, если нам требуется где-то в среднем 70 тысяч в месяц, мы должны выделять, ну, я имею в виду, чтобы аптека имела этих денег, я об источниках не говорю, то ли это областной бюджет, местный бюджет, субъекты. Но все угличане, как мы всегда говорим, должны знать, что все эти законы должны финансироваться из федерального бюджета или областного бюджета. То есть местный бюджет на эти цели не обязаны и не должны перечислять какие-либо деньги. Понимая всю эту ситуацию, вот я еще раз говорю, 317 тысяч рублей было выделено, и в настоящий момент по закону о инвалидах тоже проблемы все сняты. Вот я вчера лично была сама в аптеке, там ни очереди нет и так далее, то есть это вопрос решен. Еще у нас есть категории граждан, которые получают из местного бюджета. Местный бюджет, вы знаете, это дети до года, дети до 6 лет в многодетной семье, значит, мамы беременной женщины, которые получают у нас и медикаменты плюс витамины. Вот на эти средства из нашего местного бюджета средства выделяются, и я думаю, что, в общем-то, таких нареканий тоже не было. Но и есть категория, которая у нас социально значимая категория. Это, ну и чтобы было понятно, это те люди, которые практически не могут жить, не принимая лекарства. Вот это финансирует субъект. Но субъект финансирует, у нас тоже бывают иногда срывы, а срывы бывают лишь потому, что субъект федерации, они перечисляют нам не деньги, а непосредственно медикаменты едут в Ярославль, берут вот перечень, согласно этих перечнях заболеваний, эти лекарства они выдают. Вот иногда в связи с тем, что в Ярославле как можно больше этих медикаментов закупить, они проводят конкурсы, и то есть не всегда. Вот, допустим, вам выписали лекарство, у вас закончился срок, приходите в аптеку, а его нет. И, допустим, некоторые угличане говорят, вот у них же лежит это на витрине лекарство, а нам его не дают. Так это разные вещи. Вот они, аптека, ведь она выполняет только нашу заказную функцию, мы с ними заключили договор, они получили и отдали. Но они еще занимаются реализацией, то есть население. Я приду, любой другой угличанин, который заболел, если ему нужны эти лекарства, и он хочет купить сам. И, естественно, то они вот, то, что лежат на прилавке, это те, которые они реализуют, они закупают, им дают под реализацию. То есть они не могут эти лекарства взять и отдать, потому что они не убеждены, что вот это будет более стабильное областное финансирование, и что эти лекарства непосредственно им, допустим, придут, и они их могут, допустим, возвратить себе. Поэтому вот в этом бывают проблемы вот те, которые я еще раз хочу сказать. То есть на сегодня, если есть у нас где-то, у кого-то нарекания по закону о ветеранах, по закону об инвалидах, что им не дают медикаменты, то они могут непосредственно прямо обращаться ко мне. Такого, в принципе, быть не должно. У нас есть те категории, которые область их не взяла на себя, там есть определенный перечень, который они взяли, то мы их берем из местного бюджета, и они, конечно, финансируются. Там проблема то, что мы финансируем из местного бюджета. Хотелось бы нам, конечно, чтобы финансировали все так, как бюджеты, как мы. Но пока что нам приходится помогать именно вот нашим угличанам. Наверное, спасибо то, что глава у нас врач, доктор, она понимает эти проблемы, и она выделяет эти средства из своего резерва, чтобы помочь угличанам как-то вот в данную сложную ситуацию именно вышить. На сегодняшний день по закону о ветеранах и инвалидах 100%. То есть я вот вчера сама проверила, в принципе, я еще раз говорю, что можно, мой телефон 50303, если у кого-то возникнут проблемы, вот я имею до 1 января, потому что мы не можем сказать, как будет финансирование с 1 января, как утвердят федеральный бюджет, сколько там денег будет, но вот до 1 января отказы быть. Это не должно по закону о ветеранах и инвалидах. Вот эти вот две категории. Ну и наши, это я говорю по детям, по многодетным детям, по беременным женщинам. Вот те категории, те функции, которые как бы мы приняли на себя и финансируем из своего местного бюджета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok